Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. На фоне ужасной трагедии, которая произошла в Казани, все вы знаете, напал на школу и расстреляли детей, учительницы, взрослые люди. Это ужасно, конечно, абсолютно. На фоне этого стали говорить все больше об охране школ, потому что в данной школе, насколько СМИ печатают, сидела вахтер. С тревожной кнопкой. Да, в Москве как-то посерьезнее с охраной. И детсадов, и школ, магнитные карты какие-то, и турникеты. Очень сложно пройти, попасть на территорию школы. В регионах есть места, школы, где можно совершенно спокойно, их очень много. Можно просто заходить, идти, как бы, вахтер может в этот момент общаться там с кем-то, или разговаривать, дети бегают. Фактически, чтобы какая-то была такая усиленная охрана, ее, можно сказать, и нет вовсе. Друзья, вот давайте поговорим об этом и, что называется, обсудим. Потому что вопрос, мне кажется, очень серьезный, потому что он касается охраны наших с вами детей. Друзья, кто хочет более подробно ознакомиться, что называется, не только смотреть видео, но и какие-то фотографии из моей жизни, подписывайтесь на инстаграм. Будда Гришна, нижняя подчеркивая, не единичка. Если будете набирать на русском, в поиске Будда Гришна. Рядом с Будда Гришна три российских флага, чтобы понять, что это именно мой инстаграм. Подписывайтесь, приходите, можно писать личные сообщения и так далее. Значит, в Госдуме предложили родителям не платить за охрану школы, привлечь Росгвардию. В Госдуме собираются предложить правительству привлечь к охране школ, пишет московский комсомолец Росгвардию. Об этом в четверг, 13 мая, со ссылкой на источник, написал газета «Известие». Значит, все задачи по обеспечению безопасности школу нужно перепоручить Росгвардии, заявил изданию зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн. Значит, он указал, что группа парламентариев собирается направить официальное письмо в правительство на согласование, родители не должны скидываться на охрану, ведь безопасность должна зависеть от доходов людей, добавил Шейн. Значит, так, инициативу поддержал глава Комитета Совета Федерации по науке и образованию и культуре Лилия Гумерова, фракция ЛДПР «Единая Россия». Значит, друзья, что я хочу сказать. Трагедия ужасная абсолютно, он всколыхнула всю страну, не остались равнодушными люди, но при том, что он шел с ружьем до школы, и никто не позвонил и не спросил, а что такое вообще, у нас по городу идет человек. Я уже говорил о том, что мы стали равнодушными. Идет человек с ружьем, там идти 5-7 минут, недолго, но машины ехали мимо. Неужели никто не обратил внимания, что идет вооруженный человек? Понятно, что, еще раз говорю, в наше время ввяжешься, так еще потом виноватым останешься. Поэтому и когда в подъезде кричат «помогите», люди двери не открывают. Есть тоже такой момент. Что касается охраны школ, безусловно, безопасность детей должна быть обеспечена. Это, конечно, с этим никто не будет спорить. Другое дело, вот знаете, какая у меня мысль? Вот едет, например, какой-то правительственный кортеж, вот стоишь на светофоре, едет правительственный кортеж. Охрана, тьма. И ты задумываешь, вот я задумываюсь, я стою и думаю, а от кого охраняют? Вот от кого? Ну от кого? Вот от меня, от людей, то есть от граждан охраняют. Получается так? А школа, вот вдумайтесь, значит, будут как крепости. С одной стороны, правильно, безопасность. Отправил в школу, все понятно, что там никто не зайдет, с ружьем, если кто-то зайдет, то во всяком случае он будет понимать. Он же за час приходил, вот сейчас я посмотрел, он за час приходил, уточнил там и так далее, время его в актер выгнало. Значит, если бы была охрана, он просто не смог пройти. У него бы не было мысли просто заходить в школу, потому что он бы понимал, что он примелькается, его просто не пустят, не пропустят, он не пройдет. И вы понимаете, все дело в том, что это хорошо с одной стороны, а с другой стороны, это что за общество тогда получается, где в стране школы как укреп, значит, район, как крепость. Вы понимаете, мне кажется, помимо того, что говорить нужно о безопасности, об обеспечении охраны Росгвардии, мне кажется, еще немаловажный фактор, все-таки я опять ставлю свои 5 копеек, говорить о том, что смотрят дети, какой контент потребляют, что слушают они, какую музыку, в каких условиях вообще они растут. И так далее. Потому что, вы знаете, по-хорошему общество должно таким быть, чтобы, что называется, агрессии такой не было, чтобы люди шли вот на такие поступки. Или если они, что называется, страдают заболеваниями какими-то, они состояли на учете, и они не были на улице, опять-таки с ружьем. Или у них не было ружья, я не знаю. Понимаете? То есть вопрос заключается в том, что можно запретить, можно ужесточить оборот оружия, можно вот эти вот, после, так скажем, сделать. Но в целом, почему никто не говорит о том, что с обществом, да, там, по телеку 5 лет Украину смотрели, потом ток-шоу, которые сейчас показывают, все остальное. и Моргенштерны Бузовы и так далее, сколько дом 2 шел? Вот сколько шел дом 2? Сколько он просто дебилизировал молодежь, вы понимаете? И когда сейчас говорят, с одной стороны, да, хорошо, я рад, что здорово будет охрана в школах, и детей можно отправить. Я как родитель, например, могу сказать, что ну это, конечно, хорошо. Но с другой стороны, если в глобальном смысле взять, у нас получится общество, где школа, это крепость, с бойцами Росгвардии. Получается, мы наших детей в обществе охраняем от кого? От людей, которые неадекватны. А почему за ними никто не смотрит? Получается, что человек может оружие получить. Человек неадекватный, например, если у него болезнь, не состоит на учете нигде. Вы понимаете? Вот разные сферы, они не работают. Они должны работать, и тогда не надо будет Росгвардии школу охранять. Потому что тогда нарколог-психиатр не типовые вопросы задаст, а справку не выдаст. Тогда и оружие не купит. Вот в чем дело. Если у него, например, болезнь какая-то есть, тогда он на учете должен состоять. Или, значит, соответственно, лежать в стационаре и не ходить по улицам. Если у него какая-то агрессия, может быть, или вспышки агрессии из-за каких-то там заболеваний, опухоль мозга у него давит, то давит, то не давит у него. Если у него травма какая-то там психологическая из школы идет, то он должен тоже быть. Понимаете? То есть, это состояние общества, это отражение. И еще раз скажу, это здорово, что, например, если примут такое решение, родители будут в безопасности, мы будем в безопасности. Господи, дети будут в безопасности, мы будем спокойны. Но по большому-то счету это то же самое, как кортеж с, что называется, с слугами народа едет, а охрана тьма от этого же народа. То же самое школа, получается. Крепость с охраной детей от общества. Понимаете? То есть, это вообще нонсенс. Друзья, ну вот у меня такие мысли, мне интересно ваше мнение. Пишите, пожалуйста, в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм. Еще раз скажу, Будда Гришна, нижнее подчеркивание, единичка. Всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok